Ямальцы особой заботы демонстрируют свои безграничные возможности. В спортивной школе Муравленко сегодня стартовала окружная пара спартакиада. В ней принимают участие около 50 спортсменов из восьми муниципалитетов Ямала. Оспаривать первенство участники будут в пяти видах спорта. Окружная пара спартакиада – это одно из самых масштабных спортивных событий в регионе. В этом году за места на пьедестале почета в рамках состязаний поборются 47 ямальских спортсменов из девяти команд. Пара спартакиада Ямала-Ниевского автономного округа – это действительно спортивный праздник, потому что это есть возможность показать то, что вы можете, то, к чему вы научились, то, к чему так серьезно готовились, познакомиться и с другими спортсменами, показать себя. Я искренне восхищаюсь вашей силе духа и вашей воли победе. Вы в очередной раз показываете всем, что ваши возможности безграничны. Мы вами гордимся. Я желаю вам только удачи, победы и только вперед. На правах принимающей стороны Муравленко представляют сразу две сборные. На протяжении нескольких дней участники будут оспаривать первенство в настольном теннисе, плавании, легкой атлетике, шашках и шахматах. Да, эти этапы привычные. Это уже проводится, соревнования проводятся не первый год. Ребята знакомы с этим. Некоторые ребята ездят на Россию, играют в шашки, шахматы в сборной России. Эти ребята постоянно доказывают себе и окружающим, что их возможности в спорте безграничны. К окружной параспортыкиаде участники начали усиленно готовиться в сентябре 2020 года. На первом этапе игре в шашки Амина Тельхигова из Муравленко уверенно обошла трех своих соперников и заняла лидирующую позицию в итоговой таблице. Я пришла, чтобы победу получить, как бы грамоты и все такое, свое зрение лечить. Александр Бойко из Надыма также не уступает соперникам и активно борется за победу. Ему всего 14, и он уже 4 года занимается спортом. В честь своего города спортсмен будет отстаивать не только в шашках, но и в плавании. Поначалу мне просто нравилось записаться на плавании. А потом как-то все само собой перевернулось. Я попал в фенери-мансирование. И вот это мой первый быт. Просто не фигуру поддерживать, а правильно питаться. И, в общем, поддерживать свое самочувствие. На протяжении нескольких дней в спортивной школе «Муравленко» будет работать и игровая зона для участников соревнований. Здесь они смогут сыграть в гигантский боулинг, футбол, Angry Birds и сделать аквагрим. На площадках организована работа волонтерского корпуса. Это очень нравится детям, потому что после того, как они отыграли спортикиаду, у них есть свободное время, чтобы позаниматься здесь и повеселиться. Уже завтра спортсмены примут участие сразу в двух соревновательных этапах – плавании и шахматах. 4 апреля пройдут завершающие состязания по настольному теннису и торжественное закрытие пары спортикиады. Анастасия Попова, Сергей Лукович, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.